У меня полностью переполняли эти эмоции, потому что, понимаешь, это, знаешь, это как вот, как ребенка, которого не видишь 6 лет. Нельзя баловаться с рецептом, нельзя баловаться с дизайном. Всегда кажется, что там предприниматели, вот они там богатые, на халяву что-то падают. Нету халявы, нету. Все на нервах и на стрессе. Слушайте, сколько стоило вот проложить железную дорогу? Я скажу так, короче говоря, мы заплатили не за помещение, а просто за железную дорогу, чтобы положить здесь шпалы. Все остальное мы заплатили где-то миллион двести тысяч долларов. Для меня было открытием, что ваша первая вода, которую вы начали производить, это вода хрустальная. Я думаю, почему в Казахстане никто не занимается производством айсти? Я подумал, такое название красиво, ну нельзя не сляпзить, понимаешь? Да зачем нам твой Макси-чай нужен? Ты послезавтра опять приходишь, говоришь, ну я вам одну подарю вашему ребенку, две купите. Когда красиво, кажется, что легко. На самом деле за этим стоит колоссальный труд для нас. В летний период мы продаем где-то приблизительно порядка двух миллионов бутылок, два с половиной миллиона бутылок в день. Я, знаешь, вздохнул первый раз в жизни, когда Баян встретил, тогда я вздохнул. Я когда здесь, мне неохота домой, потому что это мой дом здесь. Турсен, ну масштабы вашего завода впечатляют. Я, честно говоря, не ожидала, что он такой огромный. Сколько здесь гектаров? Здесь территория 10 гектар, это приблизительно 100 тысяч квадратных метров. Вот построили вот в таком уникальном месте. Это было, мы начали строить, это четвертый завод, и в 12-м году мы его начали строить и построили его за 6 или за 7 месяцев. Так быстро, да? Быстро построили. Все удивляются соседям, потому что мы круглые сутки строили его, ну и построили. А сколько человек работает на заводе? Сейчас на сегодняшний момент работает где-то 600-650 человек в 3 смены. Получается, мы работаем круглосуточно. То есть они работают, получается, по 200 человек в смену, да? Выходят в смену, 200 человек выходят. За год, получается, не останавливает свою работу? Круглый год мы не останавливаемся. То есть он работает круглосуточно? Без остановки, да. А воду вы откуда берете? У нас артезианская скважина, вот она здесь находится с той стороны. Глубина скважин 300 метров. Мы добываем, если мне память не изменяет, приблизительно 200 кубов в час. Потом эта вода идет здесь в емкости бетонные, накопительные. Ну и дальше уже потом в процесс. Вода нужна обязательно артезианская, потому что она очищенная идет уже. Она и без радиации, без вот этих вот всех вещей. А вы когда вот искали место для своего завода, то есть вы отталкивались от того, где вы будете добывать воду? Мы отталкивались в первую очередь от инфраструктуры, которой нам нужно было электричество, порядка 10 мегаватт. Нам нужен был газ и водопровод, вот две вещи. И еще канализация. Поэтому, когда есть вся эта инфраструктура, на этом месте мы можем построить завод. То есть артезианскую воду можно в принципе в любом месте добывать? В Алматинской области практически везде есть вода. Вот там, допустим, если поехать в Мангистау или в Ак-Тюбе, там сложнее с водой. Здесь, в Алматинской области, есть везде вода. На глубине от 100 метров везде есть артезианская вода. Это ваш четвертый завод? Это четвертый, это получается ваш четвертый опыт. Первый завод был маленький, тысяча квадратных метров. Потом второй завод мы уже построили, шесть тысяч квадратных метров. Везде были ошибки, потому что мы сами же думали, как это все построить. И понятно, что кто-то подсказывал, свой какой-то опыт появлялся потихонечку. И тут четвертый, здесь порядка 40 тысяч квадратных метров. Для меня было открытием, что ваша первая вода, которую вы начали производить, это вода хрустальная. Потому что я ее очень хорошо помню, она стояла у нас в офисе, знаете, до вас, до воды хрустальной, все алматинцы пили обычную воду из-под крана. Знаете, вы разводили Зука, Инвайт. Потом почему-то нам сказали, все, воду из-под крана пить нельзя, надо пить воду хрустальную. Это все вы, оказывается. Да, в 98 году мы организовали бизнес, тогда я уже изучал вопрос по очистке воды, и мы организовали систему, называется обратный осмос. Вот когда космонавты летят в космос, они же с собой не берут 5 тонн воды. Они то, что попили, то, что пописали, очистили и обратно, понимаешь как? Это осматическая система. Вот мы такую же систему используем. Это система, которая позволяет на 99% очистить воду. И вот эту систему мы использовали в производстве хрустальной воды и уже реализации населения, предприятиям. Супер. Вот такая технология была использована. А как родился Макси Чай? У меня же второе образование, я китаист, и я часто посещал Китай. И мне всегда нравился в Китае зеленый чай, жасминовый с медом, айсти. Все китайцы пьют, он недорого стоил. Я не знаю, там тогда это было 30-40 тенге бутылка, оказалось вообще доступно. И выпиваешь бутылку и вторая, и она так очень хорошо, вкусная. Мне всегда нравилось, холодная летом. Я думал, почему в Казахстане никто не занимается производством айсти? Тем более зеленого. Черный был, Липтон продавала, компания Юни Левер здесь, вот мои товарищи. И они говорили, чая не хватает, никто не занимается производством. Но мы на гребне как бы этой волны решили залететь. Мы не знали, как это работает, как это производится. Вот эти все вещи не знали. И потом я через китайских своих друзей и партнеров попросил, чтобы они мне нашли предприятия, заводы, которые занимаются производством этого оборудования и продажей технологии. Это был 2001 год. И тогда, в 2001 году, они потихонечку стали меня ознакомливать. Потому что я не понимал, как можно делать айсти, как это работает, как заниматься маркетингом, продвижением товара, складированием, логистикой и так далее. И вот три года я изучал, смотрел, ездил постоянно в Китай, постоянно пробовал, стал напитки. Я приезжал в торговые сети, набирал разные-разные-разные напитки. Вечером приезжал в гостиницу, брал этот стаканчик, наливал. Дегустация была, да? Дегустация. Я говорил, так, вот это наши будут пить, вот это не наши. Потому что предпочтения же разные у людей. И я искал то, что может понравиться нашему... Казаху. Казаху. Потребителю, да, нашему потребителю. И вот тогда мы приняли решение сделать зеленый макси-чай с лимоном. И в 2004 году, в июне месяце, мы выпустили первую бутылку. Слушайте, я очень хорошо помню, потому что я еще тогда училась в университете. И мы пили макси-чай, ели, знаете, тандырную самсу, запивали вашим макси-чаю. Я, честно говоря, уже давно его не пробовала, давно его не пила. И вот хочется сейчас попробовать. Можем пройти на завод? Конечно, конечно, конечно. Давайте пойдемте. Турсен, получается, вашему заводу 10 лет? Да. В этом году 10 лет? А в следующем году будет 25 лет компании Голландсботерс. Голландсботерс, все правильно, да. 25 лет просто пролетело, как один миг. И вот здесь вот сегодня уже было написано «Добро пожаловать, Динара». Но почему-то не написали, я не знаю. Я не знаю, не подготовились. Турсен, почему Голландсботлерс? Потому что я часто ездил в Китай, и у меня одна крупная компания китайская, вот она называлась Голландс. И я подумал, такое название красиво, но нельзя не слямзить, понимаешь? И вот я взял, не думал, что мы разрастемся до такого уровня. То есть, как хорошо знать китайский язык, да? Вы, получается, у китайцев научились готовить макси-чай. Да. У них же, получается, нашли имя для своей компании, название. Это в далеком Гуанчжоу вообще не знал никто это предприятие. В итоге, короче, вот так вот мы сделали Голландс. То есть, оно так изначально было ТО Голландсботлерс? И вот 25 лет, это все всегда одна компания, да? Да, да. Но вы понимали, что это все вот так вот разрастется? Ну, как бы вот, когда мы говорим про Голландсботлерс, есть еще вторая версия Голландса. Это вот летучий голландец. Да. Понимаешь? Это те голландцы, которые, как бизнесмены, которые берут на себя риск, садятся на этот корабль и летят, несмотря ни на что. Они видят цель перед собой и не смотрят на трудности, которые есть. И мы считаемся голландцами. Почему? Потому что мы ничего не боимся, двигаемся вперед. Это вторая версия. Слушайте, ну вы молодец. Спасибо. Макси-чай. Макси-чай. Друзья мои, молодежь особенно, кто смотрит. Вот человек, который придумал Макси-чай. Мы все любим этот напиток и хочется его попробовать. Давайте посмотрим, как его производят. Мы здесь сделали специальные вот такие фотографии, чтобы люди, которые приезжают, чтобы они видели, как это все строилось. А есть люди, которые работают вот с самого основания завода? Есть такие люди, да? Да, очень много людей, потому что наша компания, голландц-бутрость, она как магнит. Люди, которые приходят, они не могут отсюда уйти. Мы их кормим, одеваем, стараемся все обеспечить, чтобы человек только думал про семью и про работу. Это вот основной наш принцип. Поэтому люди, которые приходят, в основном остаются надолго. Пришли молодыми ребятами, а уже стали взрослыми мужчинами. Ну вот так вот. Вот скважины. А мы сейчас где находимся? Мы где-то здесь, да? Мы находимся сейчас вот здесь. Мы уже в цеху. Вот этот склад. Это склад, вот эти вот две вышки, которые занимаются бурением. То есть это уже процесс бурения пошел, да? Да, процесс бурения скважин пошел. Здесь уже две. Почему две? Потому что если одна засоряется, нужна вторая. Мы не можем восстанавливаться. Там внутри глубинные насосы на 300 метров. Они на цепи опускаются с электрическим кабелем. И они сосут воду из-под земли. Цена, откуда вы все это знали? Это же есть определенные стандарты, да? То есть это нужно знать, как бурить. Что нужно именно две скважины, да? То есть вот откуда, где вы этому учились? Вот эта технология, когда люди начинают заниматься бизнесом, они здесь посещают разные форумы, разные встречи, посещают предприятия, производственные предприятия. И там эта информация обменивается. И ты вот эту информацию впитываешь в себя и потом начинаешь воплощать в дело. То есть вы постоянно ездили куда-то на заводы, смотрели? У меня, я один раз анализировал свои поездки, я в год летал сто раз. Как пилот самолета. Я просто на месте не сидел. Все, что можно было узнать, все, что можно было научиться в рамках производства, все вот это я изучал, смотрел, у меня было очень-очень-очень. То есть и зимой, и летом вы строили, да? Несмотря ни на что, потому что у нас было время ограниченное. Потому что мы параллельно занимались производством. То есть на другом заводе, да? На других двух заводах мы работали во всю Ивановскую. Мы делали Нести тогда, мы делали Лайман Фреш, Макси Чай. У нас большой портфель. Нести тоже ваш бренд? Нести, да, это получается бренд, который нам швейцарская компания передала по ботлингу. Потом они закрыли этот проект и ушли из Казахстана. Нестли Групп. Но мы для них сделали ботлинг. Но все это делалось на кредитные деньги? Это часть была собственного капитала. Часть была кредитных денег. Мы использовали государственную программу ДОМУ. Государство в этом плане очень сильно помогло. Это государство помогает именно дотацией. То есть ты берешь кредит коммерческий, 17%. Государство тебе компенсирует 7-8% компенсации. Сначала ты закрываешь, потом государство тебе компенсирует. Вот это цех по очистке воды. Здесь мы очищаем в час 200 тонн воды. Чтобы получить качественный продукт, мы воду должны очистить. Чтобы она была без солей, без каких-либо металлов и примесей. Поэтому здесь, вот этот цех, это чистая очистка воды. Ну вот я вижу уголный фильтр, да? Да. И скотчный фильтр. Сначала, да, это грубая очистка называется. Сначала грубая очистка, а потом уже идет в обратную осматическую систему. Это вот эти трубы. И вот дальше трубы. Насосы. А как часто вы меняете фильтры сами? Оно чистится лимонной кислотой. Добавляется лимонная кислота, и вот там ржавчина, камни, накидь, она уходит благодаря лимонной кислоте. То есть у вас есть какая-то лаборатория, которая проверяет качество воды? Да, я покажу. В лаборатории 90 человек работают. Вау! В три смены. Вот ты представляешь, когда вот бизнесом занимаешься, всегда не хватает средств, средств не хватает. Всегда. И человек гонится за недорогим. И когда приезжаешь в Китай, ты понимаешь, что ты можешь это купить там условно за 100 тысяч долларов, а это стоит 200 тысяч долларов. Это 300. И ты понимаешь, думаешь, может быть подешевле, но денег же не хватает. И покупаешь дешевое. И когда оно приходит в Казахстан, ты включаешь, а оно не работает. И ты понимаешь, блин, вот ты сделал здесь ошибку. И думаешь так, как в следующем этапе, как избежать этого. Таким образом появляются партнеры надежные. От благонадежных избавляешься. Но все это в процессе, во времени. Вот у нас был случай, я не помню, лет 10 назад, мы сделали Макси-чай со вкусом лепестка розы. Да? Ну, на самом деле, как одеколон, как духи, да? Но мне нравилось. Понимаешь? Это вы придумали? Я где-то попробовал это. В Тайване, кажется, да? Вот. И мне очень понравилось, потому что они пробовали зеленый чай с ароматом лепестка розы. Этикетка красивая была, белая, розы там, лепестки, прям она такая была очень, как французские духи. И на аромат, и так, да? Ну, и наш потребитель не захотел пить. А мы произвели миллион бутылок. У нас там просто были потери. Нет, а нельзя сначала там 100 тысяч хотя произвести, там 50, 200. Зачем миллион сразу? Там ситуация следующим образом получается. Этикетку не сделают 10 или 20 этикеток. Этикетки будут гнать сразу 50 тысяч этикеток. Не сделаешь немножко. Может быть, поэтому это от этого было тоже связано. Ну, и потом вроде как-то так получалось, что в офисе сели, вроде всем понравилось. Ну, давай жахнем. Жахнули, не продается. И потом куда? Утилизировали. Все вылили. Зачем? Можно же было просто раздать, я не знаю, малый муч. Ну, ты представляешь, вот, допустим, крупная компания раздает. Вот, вот, Кока-Кола выпустит сейчас какой-то продукт, да, мы постоянно сравниваем с Кока-Колой, ну, любой другой. И когда ты приходишь и говоришь, вы знаете, вы заберите бесплатно. И человек пугает, ой, какую-то дали какашку, мы не будем такой пользоваться. И сразу же рейтинг компании падает. Поэтому продукты, которые не пользуются популярностью, бесплатно раздавать нельзя. Этот цех парогенераторный называется. Здесь стоит 4 котла, по желтым трубам идет газ. Вот этот котел вырабатывает 10 тонн пара-чат. Этот котел вырабатывает 15 тонн пара в час. Нам нужен пар для того, чтобы приготовить макси-чай. Потому что макси-чай натуральный продукт. Мы кипятим его до 150 градусов. Как нормальный настоящий казахский чай, да? Как нормальный наш казахский чай, традиционный. То есть вы его кипятите и только потом разливаете? Да, да. Поэтому он без консервантов натуральный настоящий динарад. Он очень вкусный. Очень вкусный. И хочется его уже попробовать. Да, скоро попробуем, да. Вот на этой картинке показано на трех языках, какой должен быть персонал на предприятии. Красным показано, как не должно быть. Зеленым показано, как должно быть. Это вы из Китая тоже взяли турсен? Я скажу честно, это не из Китая, мы это из Европы привезли. Если бы из Китая, я на Китайском языке. Нет, ну имеете в виду идею оттуда взяли? Нет, идея европейская тоже. Вот поэтому здесь не бритый, в смысле бритый, без бутылки, трезвый. И здесь написано, что льзя, что нельзя. То есть если человек придет на завод бритый, то его не пустят? Ну да, то есть ему скажут что-то. Ты видишь, несоответствующий. Человек заходит, он уже будет видеть, каким не должно быть. Поэтому он здесь может помыться, побриться и зайти на завод уже чистеньким. Я так понимаю, что мы на сам завод, основной в цех, мы не зайдем в одежде, да? Да, нам нужно будет сейчас накинуть. Переодеться, да? То есть полностью или как? Нет, не полностью, нам сейчас сверху накинут просто и все, да. Здесь вот раздевалки. Слушайте, столько людей. Саляматсисба. Здесь получается сердце нашего производства, Динара. Это цех розлива. Здесь так пахнет вкусно. Да, здесь, потому что ароматизаторы используют, фруктовые, ягодные. То есть здесь уже производится Макси-чай? Здесь уже разливается Макси-чай, да. Разливается, охлаждается, упаковывается и передается на склад. Все-таки больше всего вы зарабатываете на Макси-чае? Мы больше его производим, зарабатываем мы больше, меньше, одинаково с другими. У нас 11 брендов, нам принадлежит. Первокласс, мы его купили по дороге. Вода Севенс. Макси-чай у нас приблизительно 8 или 9 вкусов. Потом у нас есть еще энергетические напитки. Лайман Фрэш мы производим. У нас в портфеле лимонады, соки мы делаем, буршовый сок. Но вот это основной все-таки ваш бренд – это Макси-чай. Он как первенец, знаешь, у тебя же дети есть. Вот он первенец, поэтому мы его любим вот так. Ну и понятно, что, конечно же, доля продаж в основном – это Макси-чай. Вот это оборудование, оно уже служит нам много лет. Это хорошее, фирменное, европейское оборудование. Оно ломается, но мы постоянно делаем профилактику. Вот конкретно вот этому оборудованию, наверное, 10-12 лет. А где сам происходит разлив? Пойдем, я покажу. Давай. Пойдем, я покажу. Турсен, ну, наконец-то мы добрались до Макси-чая. Откроете? Динарочка, попробуй, 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 попробуй. Так, у меня здесь клубника. Да, попробуй. Попробуй. Пахнет, я взял лимонад. Я же теплый еще покачаю. Да, вот он остывший. Мы нагреваем до 100 градусов, а потом остужаем. Вот это градусов сколько? 35-40 градусов. Слушайте, но рецепт, получается, вы сами придумали? Мы дорабатывали, что-то взяли у других, что-то нам предложили. Но мы самое главное постоянно проводим фокус-группы. Мы собираем детей. У детей самые тонкие рецепторы. Разные детей. Работники работают, приводите детей. Заберете Макси-чаем. Дегустация, да? И дегустация. Они говорят, что это нравится. И мы останавливаемся на вкус. То есть дети диктуют. Дети диктуют. А во сколько раз вы рецепт меняли? Мы с этим не балуемся. Нельзя баловаться с рецептом. Нельзя баловаться с дизайном. Это вещи, которые должны ставить. Мы очень редко меняем рецепты. Как один раз, если мы поняли, что это наш вкус, мы его не меняем потом. То есть колу мы покупаем, да? Там колу, пепси, спрайт, фанту. Мы четко знаем, какой мы получим вкус, да? То есть что мы покупаем. Можем купить в супермаркете, можем купить в дорогом ресторане, да? И то же самое с Макси-чаем. То есть каждый день всегда стабильно из года в год один и тот же вкус. Абсолютно правильно, Динара. Потому что работает лаборатория в 90 человек, которые ежеминутно, ежесекундно проверяют качество продукции. Это очень важно. Потому что потребитель привыкает к качеству. И мы должны это качество обеспечить. Пока вас не было здесь на заводе, что-то изменилось? Я скажу, что на самом деле ничего не было нового построено. Ну, какие-то мелочи были, там, кобеляки. То есть новые линии не построили? Новых линий не было построено, нового концептуально ничего не было. То есть то, что вы создавали сами, да? Какие-то ремонты, да, там, условно, машину купил, но там колеса поменяли. Но концептуально не было ничего изменено. Вот все, как было 10 лет назад, все так же и осталось. Вы рады, что вы снова здесь? Ну, конечно, рад. И когда я возвращался, меня полностью переполняли эти эмоции. Потому что, понимаешь, это, знаешь, это как вот, как ребенка, которого не видишь 6 лет. Ну, по какой-то причине. И ты, когда его видишь, понятно, что у любого человека переполняют эмоции. Вот, и я не исключение. Вы сразу включились, сразу увидели, где какие-то недостатки, недочеты, что делать? Знаешь, как, да, я так думаю, что, ну, во-первых, это было все видно, вот, а во-вторых, ты же это тактильно, понимаешь? Знаешь, как, тебе даже говорить не надо, ты уже посмотрел, все, ты уже видишь по глазам, какая ситуация. Потому что ты вместе с ними двигался, рос, набирал багаж знаний, вот, и всему остальному. Поэтому много времени не ушло. Я думаю, я там адаптировался в течение двух дней. Ну, сейчас какие у вас планы? Потому что территория завода у вас такая большая. Мне кажется, вы можете еще, да, строить цеха. Да, мы хотим очень много сделать, вот, и я думаю, что планов очень много. Сейчас очень много вперед ушло, сейчас IT очень развивается. Надо все компьютеризировать, систематизировать. В этом плане очень большую работу надо проводить. Когда вы делали ошибки, да, когда вы покупали оборудование, но у вас не было, скажем так... Средств, достаточно средств. Средств, или у вас не было специалиста, который может починить, да. То есть как вы справлялись? Это же огромные деньги. Это, во-первых, деньги, во-вторых, это страшный стресс. Потому что ты рискуешь, ты можешь взять и не отдать. А ведь ты, чтобы взять деньги, ты должен заложить квартиру, в которой живут твои дети. Маленькие, машину. Но этим предприниматели отличаются от других людей, которые рискуют. Всегда кажется, что там предприниматели, вот они там богатые, на халяву что-то падают. Нет халявы. Нет, все на нервах и на стрессе. Только таким образом можешь что-то добиться в жизни. Ну, я так понимаю, для себя. Сколько денег вы занимали у банка, для того, чтобы построить такой завод? Вот на это предприятие мы потратили 100 миллионов долларов. Это было 16 миллиардов тенге. Это деньги, которые мы вложили в строительство, в приобретение оборудования, в оборотные средства, в торговое оборудование. У нас ушло 16 миллиардов в 12-м году. Это было 100 миллионов долларов. Тогда был Цеснобанк, и председатель управления был Жексебеков, такой Даурьем. Мы с ним встретились, переговорили, я ему показал, как это все должно быть. Он сказал, все хорошо, ты где живешь, там-то, там-то, покажи, где живешь. Я поехал, он показал, так, жена, дети, понятно, все вперед. По рукам ударили, деньги выгнали через месяц. Вот так работало все, понимаешь? Когда вы покупали оборудование, да, и сейчас будете там закупать, вы не боитесь, что оно не будет работать, например? Ну, мы планируем, то есть уже сейчас, с учетом 25-летнего стажа, мы уже понимаем, что у нас, мы прошли точку вот этого риска. Поэтому дальше у нас уже нету таких опасений, как раньше, как первые, тяжело первые пять лет. Тебе каждый день тяжело, у тебя не получается. У тебя завтра еще тяжелее, чем вчера, и ты каждый день бьешься, чтобы прийти к успеху. Каждый день. А что вам помогало биться до последнего, да, потому что в какой-то момент можно сказать, да, ну, этот завод. Я вообще сам по себе человек терпеливый динарад. И вот у меня не получается, я все равно думаю, так, я утром проснусь и буду делать это. На следующий день не получается? Нет. Сейчас вот пойду, там, лицо помою, поем и опять пойду. И вот так вот каждый день, вот просто тебя выгоняют. Ты приходишь в магазин, говоришь, купите Макси-чай. Да зачем нам твой Макси-чай нужен? Ты послезавтра опять приходишь, говоришь, ну, я вам одну подарю вашему ребенку, две купите. И ты каждый день вот так вот заходишь в торговые точки, заходишь, заходишь, заходишь. И только путем такого труда у нас получилось вот пересилить себя и заставить, так сказать, продаваться тому напитку, которую мы сейчас называем Макси-чай. Ну и самое главное, вы скольким людям дали работу, да? То есть сколько специалистов обучили. Я думаю, что в самом начале, когда вы покупали оборудование, к вам наверняка приходили, приезжали эксперты, там, с Китая, с других стран, да, для того, чтобы починить. Но вы же своих обучили? Да. Поэтому в любом случае, я считаю, что вообще, что мы должны быть нацией производителя, потому что производитель, в общем, умнее продавца. Это разливочная машина. Этой машине, я не знаю, мы ее покупали в Китае, Теклон, компания. Этой машине лет, наверное, на 10. На нем происходят три функции. Мы бутылку моем, разливаем напиток и упориваем уже крышкой. Машина израста три ватона. Она горячая, да? Горячая, да. То есть это получается сколько градусов? Здесь 90 сущих градусов. А-а-а! Горячая? А потом остужается, да? Потом туда идет уже остужаться. А зачем вообще создавать новые продукты, какие-то новые вкусы, если есть там условно макси-чай, клубника, да, который мне понравился? Вот он вкусный, классный, надежный, не знаю, пользуется бешеной популярностью, да? Зачем создавать новые продукты? Потому что у вас там квасы, лимонады. Да, почему тебе клубника понравилась? В общем, дети пьют клубнику. Мне кажется, в тебе очень много детского динара, да. Спасибо вам. Да. На самом деле, да, это очень популярный вкус и клубника, и персик, и там других, других очень много. Вот. Но обычно, когда мы делаем, мы смотрим, что-то очень хорошо продается, допустим. Ну, то есть мы смотрим же на конкурентов. И когда конкурентов смотрим, хорошо продается бренд, сделала компания, как же называется, Дизи. Бля, все эти Дизи покупали, короче. Ну, Red Bull. Red Bull, да, мы смотрим, а у Дизи миллиарды, миллиарды. Мы же считаем, мы же вместе идем в торговую точку, и продавец нам говорит, ой, зачем нам вот это? Вот Дизи на миллион купила. Ну, может быть, купила на 200 тысяч, но нам сказал на миллион. А наши торговые приходят и говорят, купили на два. А мы же сидим и считаем же эти деньги, думаем, а нас-то там нет. Давайте сделаем торпеду и идем в торпеду. А у нас не получается. И поэтому... Какой торпеда? Торпеда – это энергетический напиток, который мы сделали. Мы посадили там женщину на торпеду, вот, очень такую яркую. И я для себя понял одну вещь. Вообще нельзя повторять за лидерами. Это ошибка. То есть надо делать что-то свое. Вот, допустим, сникер сделай, там, говорит, сникер снем. Там, не тормози, сникер сни. А вторые делают, сделай паузу, скушай твикс. Вот нельзя повторять. То есть нужно что-то свое. Ты делаешь напиток, если он у него успешный, не факт, что то, что ты произведешь, у тебя так же получится. Если ты пойдешь этой дорогой, это будет ошибка. То есть не надо оглядываться в этот день, да? Не надо, надо двигаться своей дорогой. Вот я это понимаю сейчас, что нельзя оглядываться. Но иногда вы все-таки сходите с этого пути. Ну, иногда бывает, конечно, там, посматриваешь не в ту сторону. Бывает такое, да. Но все-таки сейчас уже с возрастом понимаешь, что нужно заниматься своим, изучать новое, ездить. Потому что напиточная группа постоянно растет. Раньше вот не было энергетиков, появились. Сейчас появились какие-то спортивные напитки. Сейчас появились какие-то напитки для детей. Вода для детей. Честно говоря, она не сильно отличается от простой. Я не знаю, в чем разница. Но говорят, туда положили кальция больше, еще чего-то больше. И маркетинг работает. Соску какую-то поставили сверху. Поэтому это же постоянный поиск. Сделали какую-то алюминиевую бутылку. Кто-то сделал бутылку из половины стекла, из бумаги. Разное сейчас придумывают. Слушайте, ну Макси Чай вы придумали в 2004 году, да? Это так давно. Сколько получается? 17? 18 лет назад, да, вы придумали? Калькулятор, можно посчитать. Да. Ну, 18 лет назад. И получается, он до сих пор в тренде. Ну, потому что, может быть, из-за того, что мы живем в Азии, и мы пьем чай. Может быть, и поэтому еще связано. А может быть, просто как-то изначально вы правильно, да? И маркетинг, у вас же там дорогие рекламные ролики вы снимали. Да, мы на остановках висели. Да, это много было денег потрачено на маркетинг. Мы даже там спонсировали одну яхту, заплатили 450 тысяч долларов вместе с АТФ-банком. Было даже такое. Вот. Эмоционально нас кидало. Но сейчас мы знаем точно наш путь, куда мы идем, и сколько это стоит. Турсен, ну я столько Макси Чая еще в жизни не видела. Да, это просто здесь на складе у нас помещается приблизительно 20 миллионов литров. 20 миллионов литров мы посещаем. Но самое главное, это же все нужно продать. Да, это, кстати, это самое сложное. Еще помимо того, что нужно все это произвести, это нужно продать. Поэтому в Казахстане у нас работает армия торговых представителей. Сколько их? Где-то приблизительно порядка под 700 человек. В зимний период чуть меньше, в летний период чуть больше, но порядка 700. Они ежедневно посещают торговые точки. В летний период месяца это приблизительно две точки он посещает за двуразовое посещение. То есть таким образом получается, что он через два дня посещает. А в зимний период через три дня посещает торговую точку и собирает заявки. Там мы должны выставить холодильник, и товар должен быть чистый, красивый и охлажденный, самое главное. А как вы ищете новых клиентов? У нас есть целый отдел, который занимается, потому что какие-то торговые точки открываются, какие-то закрываются, договора с ними перезаключаем. Поэтому есть служба, которая постоянно контролирует этот процесс. Люди ходят по одним и тем же маршрутам, они увидели новый магазин, они заходят туда и начинают договариваться. Видят, новое кафе открылось. Потому что мы поделили. У нас есть категория B, это категория, которая рядом с домом. Есть категория, такие как Magnum, крупные сети. Это отдельная структура работает. Потому что туда пешком не ходят, они ездят на машинах, и там сразу по 10-15 тонн отвозят продукцию. Есть рестораны, бары, кафе. Это отдельная структура. А кто закупает оптом, скажем, это какие-то ваши дистрибьюторы? Мы возим по регионам дистрибьюторы. У нас в двух городах собственные филиалы, в Алмате и в Астане. А в других городах это дистрибьюторы, да. То есть они забирают на своих грузовых машинах весь чай, например, Макси-чай, другие напитки. Да, немножечко неправильно. Мы им отвозим железной дорогой, допустим, в Чимкент, или там в Актау, в Дальний регион, в Усть-Каменогорск, куда-то туда. У них свои склады, и со своих складов они уже перевозят. Но торговые представители наши, мы платим заработную плату им там на месте. Таким образом, у нас конфликт интересов. Важно, чтобы наш торговый представитель жаловался на дистрибьютор, что тот не повез, или бензин кончился, или какая-то проблема. Поэтому этот конфликт интересов всегда поддерживаем. Супер. А сколько вы Макси-чай, условно, ежедневно продаете? В летний период мы продаем где-то приблизительно порядка двух миллионов бутылок, два с половиной миллиона бутылок в день в летний период времени. В зимний период времени там 500-700 тысяч. Перед Новым годом идут продажи активные. Производите сколько? Производим сегодня где-то приблизительно 500-700 тонн. Это вот как в тавтонаже. Если в бутылках сказать, сложно точно посчитать, порядка миллиона бутылок, больше миллиона бутылок иногда. Сейчас мы новую линию поставили, мы больше тысячи тонн будем ежедневно производить. Супер. У вас есть два, скажем, вида доставки. Это авто? И железда. Я хотел вам показать железнодорожную доставку. Это прям ваши вагоны? Это наша гордость. На самом деле вагоны, они принадлежат поставщикам. Это даже не железные дороги. Они принадлежат компаниям, которые эти вагоны арендуют. Но самая наша основная гордость, то что мы построили здесь свой пандус. Таким образом, мы вот чистый же продукт, не пыльный, да? И мы в таком же состоянии его грузим чистый. И он приходит к дистрибьютору чистый. Супер. И мы проверяем склады там, чтобы у дистрибьютора тоже склады были чистые. И таким образом, когда чистый продукт везде, он чистый приходит на торговую полку. Вы перфекционист. Я не знаю. Я знаете, я только что смотрела, как запаковывают макси-чай. Я думаю, зачем столько пленки использовать? Она же выкидывается, представляешь? Она выкидывается, да. И получается у вас и чистые вагоны, тот же свой, честно говоря, перрон, да? Да, свой перрон. Причем вот с двух сторон, посмотри, Динара. То есть получается, у нас задача такая. Мы даже в свое время спорили. Я хотел там собрать персонал на предприятии, там наши офисные клерки. Давайте позагружаем. Мы заплатим денежку. Три часа ребята грузят в вагон. Три часа. 60 тонн. Вот они загрузили один, эти же ребята переходят на второй, и они вот так вот могут грузить по пять-шесть вагонов в день. То есть это тяжелый физический труд? Такие все сухари, там таких нету, короче, жирных. Если хочешь похудеть, приходи. Тимура нужно здесь оставить. Он сразу будет странный. Да, и у нас здесь 9 вагонов помещается на этой стороне, и на той стороне 9 вагонов. И когда лето приходит, чтобы нам быстренько загрузить, мы все это отвозим сюда, и здесь начинаем грузить. Ежедневно эти вагоны выезжают, получается, с вашего завода в Казахстан? Да, у нас есть время. Утром, значит, приезжает тепловоз, он эти вагоны ставит нам сюда, закрепляет, чтобы они не гуляли. Мы их грузим, звоним, тепловоз забирает, это уже забирает, и уже дальше по Казахстану ушло. Сколько стоило проложить железную дорогу? Я скажу так, короче говоря, мы заплатили не за помещение, а просто за железную дорогу, чтобы положить здесь шпалы, и все остальное мы заплатили где-то миллион 200 тысяч долларов, чтобы все это организовать. Но это наша гордость, потому что мы таким образом чистый продукт, в чистый вагон, без пыли, без ничего. И у нас вот это плечо короткое. Нам не надо куда-то на железную дорогу везти. Мы вот здесь 10 метров, и мы уже в вагоне. Тут миллион, там миллион, здесь миллион. Столько денег на этот завод. И он постоянно требует инвестиций. Да, на самом деле инвестиции, потому что это ломается, это нужно постоянно ремонтировать, надо над этим работать, над персоналом. Ну и зарабатываете вы, наверное, хорошо. Ну что делать без этого, так сказать? Мы это люди скромные, но мы понимаем, что на самом деле мы же должны, иначе мы будем покупать импортное. Поэтому мы должны в Казахстане заниматься производством, с тем, чтобы давать, во-первых, рабочие места, платить налоги, социалкой заниматься, вот, и делать вкусные продукты. Ну, у вас очень вкусный продукт. Но вот вы из всей линейки продуктов, какой у вас самый любимый? Я люблю квас. Ну, допустим, летом я люблю квас. Зимой я пью газированные напитки. Макси-чай я по настроению, допустим, да. Когда сильная жажда, я люблю пить макси-чай. На самом деле и воду. Я люблю все, на самом деле. Не могу я сказать что-то одно там. А холодильники, вот я смотрю, здесь холодильник стоит. Вы тоже сами готовите? Здесь, вот, на самом деле, это вот наш следующий проект. Мы хотим эти холодильники сами изготавливать. Мы их изготавливали. Мы 3000 холодильников собственными руками изготовили. Потом предприятие закрылось. Но я думаю, на следующий год мы начнем это все изготавливать. То есть вам выгоднее самим, да, производить? Да, потому что у нас на сегодня один холодильник стоит 500 долларов. У нас в сети их стоит 30 тысяч. Он стоит 500 долларов. Но он отбивается за 4 месяца. Понимаешь, как дальше он работает. У Кока-Колы 80 тысяч шкафов. Ну, это называется холодильный шкаф. Поэтому холодильник – это основной инструмент продаж. Можно делать рекламу, можно уходить в полу. Но если нет холодильника, теплый напиток никто покупать не будет. И мы, вот это наш холодильник, наша торговая пространство, никого не пускаем. Только ваш продукт. Только наш, да. Мы приходим, и продавец раз и запихал туда какую-то Кока-Колу, еще какую-то айран, кефир, колбасу туда положил. И наши торговые вытаскивают это все, у них ругачка там идет. Почему? Говорит, вы в нашем магазине командуете. Ну, холодильник же наш, поэтому холодильники очень важны. Цель занимается производством воздуха – это компрессоры. Каждый компрессор стоит миллион долларов. Вот это миллион. Там еще 400, и каждое по 500 тысяч. Здесь где-то 4 миллиона долларов, только здесь. А что это он не делает? А он делает воздух Гавыдова бутылок. А, вот это Гавыдова бутылок. А, вот это Гавыдова бутылок. А, вот это Гавыдова. Мы здесь потребляем в час 100 долларов электричества в час. Это дорогое удовольствие. Очень дорогое. Производство. Вот этот цех, цех полимеров. У нас несколько таких станков. Это канадское оборудование, оно стоит 2 миллиона долларов один станок. Он производит вот такие PET-преформы. Эти PET-преформы 46-граммовые. Из таких, из гранулов, да? Из гранулов, да. Мы их чуть позже, я покажу тебе. Вот. Из этих PET-преформы мы выдуваем бутылку. Полутора литровую бутылку делаем из этих бутылок. Вот на этом оборудование. Сейчас на сегодняшний день. То есть, получается, я думала, что обычно мне казалось, что такие вещи вы покупаете, а вы, получается, сами выдуваете. Мы сами производим их. То есть, как выводили, да? Ну да, чтобы не платить, мы же экономим на этом. Понятно, что первоначально мы тратим большие деньги для того, чтобы все это организовать. Но в итоге, в течение 5-10 лет, мы эти деньги все возвращаем. Но самое главное, мы же обучаем своих специалистов. Это же наши национальные кадры, которые мы говорим, ребята, учитесь. Вот так надо ремонтировать. Не надо покупать. Потому что мы за последние 30 лет превратились в нацию потребителей. Мы постоянно знаем, сколько стоит доллар. Вот у китайца спроси, сколько он знает доллар. Он даже не знает, что такое доллар, потому что они все производят своими руками. И мы должны к этому стремиться, Динара. Мы должны сами делать обувь, одежду. Мы должны делать все сами. А мы привыкли все это покупать. Поэтому для меня всегда было принципиально производить самим. Если сделать флешбек назад, вот 25 лет назад, когда вы только начинали, да? То есть, вы такие вещи закупали? Не закупали, мы с самого начала делали. С самого начала? С самого начала делали. Мы пошли тяжелым путем, сложным. Крышки тоже сами делаете? Да. Сейчас мы не делаем, но в свое время мы делали крышки сами. Мне, кстати, очень нравится вот эта вот ваша бутылочка, Севен, воды. Потому что я вот не люблю вот так вот с горла пить. Но мне нравится вот так в стаканчик. Рюмочки любишь, да? Нет, не рюмочки, я люблю стаканчики. А, ну хорошо. Ну, с бутылки пить не очень. Да, да, да. То есть, это вы тоже где-то подсмотрели? Подсмотрели. С я взял, да? На самом деле, это вот такая гордость, потому что, когда делаешь планы, ты должен понимать, какую продукцию ты будешь изготавливать, да? Я думаю, что вашим зрителям будет видно. Вот это одинаковые крышки, на самом деле, но они делятся по цветам. Зеленые – это вот крышки для воды, негазированные. И когда стоит… Мне всегда говорили, почему зеленый цвет? Ну, вода же это не зеленый, это голубой. Но ты именно обращаешь внимание, когда экстраординарное, не как у всех. Да. Вот это очень важно. Но сейчас это цвет эко. Ну да, может быть, когда-то воду будут делать оранжевым цветом или каким-нибудь там другим. Вот мы выбрали зеленый цвет, синий – это газированный. И когда планируешь, людям объясняешь, вот такая крышка нужна. Они говорят, ну какая, потому что их много. И мы вот разработали вот такую коробочку, в этой коробочке мы приклеили крышки, и мы понимаем, что, допустим, вот эти красные крышки, они для макси-чая красного. Клубника твоя любимая, персик и так далее. Вот эта желтая, она может быть там для макси-чая другого. Квас, вот здесь написано для кваса. Белое – это наверняка для каких-то сокосодержащих напитков. Зеленый – это под зеленый макси-чай. Фиолетовый – это сделали чай с ягодами. И это сделано для того, чтобы, когда покупатель приходит к торговой полке, и он должен сделать выбор, он уже интуитивно понимает, что фиолетовые – это ягоды, зеленый – это зеленый макси-чай, красный – это красный макси-чай, синий. Вот таким вот образом мы, в общем-то, как сказать, правильно подходим к маркетингу. То есть важно даже детали, да? То есть каждую деталь продумать. Очень важно. И самое главное, что ты, когда общаешься с персоналом, ты можешь говорить, так, вот этого закажите, там, 50 тысяч штук, вот этого 3 миллиона, вот этого 10 миллионов, вот этого 20 миллионов. Но мы планируем вот это все делать. Вот сейчас мы это делаем сами. Нижние мы покупаем по три тенге. Когда мы будем делать сами, оно будет обходиться нам в тенге. Две тенге с каждой крышки. 300 миллионов крышек в год. Поэтому мы хотим сейчас закупить оборудование и делать эти крышки, обучать наш персонал для производства. Вы читали какие-то книги, истории, я не знаю, там, основателя Старбакса, Колы, для того, чтобы все это организовать? У меня времени не было читать книги. Я просто приходил, вот так вот падал дома и все. У меня просто утром просыпался, пот вытирал и дальше шел. Слушайте, а когда у вас что-нибудь ломалось, да? Или, я не знаю, тут строили ЖД дорогу, да? Вагон не пришел, не знаю, тепловоз нечаянно тут что-то снес, да? То есть это же постоянно стресс. Во-первых, да, это стресс с людьми связанными, с финансированием, с банками. Процентная ставка, это все стресс. Ну, все же работают, поэтому всегда думаешь, ну, если у них получается, почему у нас не будет получаться? И на самом деле бизнес испытывает большой стресс. Ну и результаты, соответственно. Поэтому, когда говорят, что бизнесменам легко, все легко дается, им кто-то что-то подарил. Когда красиво, кажется, что легко. На самом деле за этим стоит колоссальный труд для нас. Колоссальный. Ты не спишь ночами, у тебя стресс, ты не можешь понять, почему у тебя там не получается, какая-то черная полоса и так далее, и так далее. Но каждый день ты понимаешь, что по-другому нельзя. Ты уже залез вот так в болото. У тебя нет другого пути обратно. Ты только вперед можешь двигаться. И тогда получается результат. А сколько у вас времени ушло для того, чтобы, скажем, наладить весь этот алгоритм, весь этот механизм, скажем, начиная там от вот этих гранул, да, там, выдува бутылочек до железной дороги? Я думаю, что, наверное, это же путем опыта пришло. Мы первый завод Максичая построили в 2003 году, начали строить. И здесь мы уже пришли в 2012 году. То есть 10 лет ушло на сбор опыта. 10 лет в жизни, чтобы построить такое предприятие. Когда у вас был... В каком году вы так вздохнули и подумали, все. О, наконец-то я построил завод, что там все работает без меня, да? Я, знаешь, вздохнул в первой жизни, когда Боян встретил, тогда я вздохнул. Почему такой, знаете, это очевидно, когда ответ, да-да-да-да. Да, поэтому мне сложно сказать, когда я вздохнул, потому что это безостановочная работа. Бизнес – это как ребенок. Ты не можешь вот так вот воспитываешь ребенка до 3 лет, устал, и бишь, я дальше воспитывать не буду. Это бизнес. Ты его постоянно тащишь на себе. Ты договариваешься, внутри работаешь самим с собой. Поэтому сложно утверждать, что вот придет время, и ты ничего делать не будешь. Это зависит от человека. Вот я знаю, Динара, тебя как человека, который активный. И вот мы каждый успокаиваем себя, что доработаю до 60 лет. Или до 60 лет и остановлюсь. Не будет этого никогда. Мы остановимся тогда, когда нам Всевышний скажет, хватает, понимаешь? А до этого времени мы будем работать. Но вы выбрали путь производителя? Могли выбрать путь, как и многие другие, да, купи-продай? То есть так же привозить из Китая напитки и продавать? Знаешь, вот у меня в свое время был план по инвестициям в миллиард долларов. Потому что мы на самом деле ничего не производим. Мы не делаем зубную пасту, мы не делаем мыло, мы не делаем… Зубочистки даже. Зубочистки, мы зубные… Даже салфетки. Мы очень мало что делаем. Поэтому я считаю, вот то, что мы покупаем, в первую очередь, необходимо производить. И нам нужно воспитывать свои кадры, национальные кадры. И чтобы мы не зависели от импорта, нам нужно прям программу разработать и сказать, так, вот в этом году мы импортировали там на 100 миллиардов долларов, в следующий год нам нужно 90 миллиардов. И смотреть, какие из таможни вытаскивать, смотреть, что мы завозим. Давайте не будем это завозить. У нас есть ребята, у нас есть электричество, есть земля. У нас все деньги есть при посылке. Давайте просто подумаем, что сделать для того, чтобы не импортировать, чтобы наши национальные кадры занимались производством. Во-первых, мы становимся умнее. И в этот раз президент же сказал в марте месяца, надо стать производственным, чтобы страна производила. Поэтому я считаю, что правильный вектор. И вот государство поддержит наша основная задача национальные кадры обучать не продавцами, а именно производителям. Обучаться техническими специалистами, сварщиками, токарями и так далее, и так далее. И поддерживать производителей. И поддерживать. Понятно, что да. Вот, допустим, ты придешь в магазин, ты же не купишь казахстанскую зубную пасту. Ты будешь покупать американский колгейт, понимаешь? Не-не-не, я покупаю все мейдинг Казахстана. Точно, да? Я патриотка, и я понимаю, что если мы сами не будем поддерживать, нас никто не... Не надо ждать. Когда ты будешь шить мужские костюмы, я буду одевать твои костюмы. Слушай, ну я всегда в своем. Турсен, вот я сейчас смотрю на вас, мы прошлись по всему заводу, и я вижу, как у вас горят сейчас глаза, и как вы соскучились по своему заводу. Да. Ну, потому что еще здесь Боян Максатова сидит. Уж поэтому еще глаза горят у меня. Вы соскучились? Ну, конечно, соскучился, потому что это же родное. Ты представляешь, ты занимаешься бизнесом 25 лет. И мне здесь никогда... Вот я когда здесь, мне неохота домой. Потому что это мой дом. Здесь. Я здесь проводил время, я разговаривал с людьми. Я всех ребят знаю, какие у них проблемы. Мы пили с ними чай. Я хожу, люблю эту столовую. Я знаю всех в столовой поваров, потому что мы ее сами проектировали. Там внизу есть подвал, там были соленья, мы покупали огурцы, помидоры, там есть деревянные бочки. Мы все через это через себя пропускали. Потому что это же коллектив, он твой. И, соответственно, тебе нужно быть вместе с ним. Поэтому я все это люблю. Это такое настоящее детище. Это вот такое вот... Когда у человека есть любимое дело, он не работает. Это удовольствие. Поэтому для меня бизнес, это в первую очередь удовольствие. Оно приносит мне большое-большое наслаждение. Какой-то период вы отсутствовали, и вы сейчас вернулись и встретили тех же самых людей, которые работали с вами, которые начинали с вами. Я думаю, что, наверное, костяк 90% сохранилось людей. Да, на самом деле. И они, когда меня увидели, у них, конечно, я чувствую, на глазах прям слезы накатывались. Потому что мы вместе с ними росли. Не только я, не только предприятия. Они сами. Они обучались, они получали определенные навыки. Но это целая жизнь. Потому что 25 лет — это целое поколение. Мы вместе прожили с ними целое поколение. Это такая очень интересная история. Когда вы только начинали свой путь, и когда вы только, скажем, закладывали первый кирпич, вы понимали, что это так разрастется, и это станет делом вашей жизни? Хороший вопрос, очень хороший вопрос. Я же постоянно там опираюсь на Китай, на тот опыт, который есть, который мне, благодаря моему отцу, я получил знание китайского языка. И я, когда строил маленькое что-то там, какой-то цех, я поехал в Китай, посмотрел, там вот такой гигант. Я говорю, как вы доросли? Ну как? Они говорят, ну ты посчитай. Берут и начинают рисовать на бумажке с калькулятором. Это вот так, это вот так, вот так. И таким образом они всегда показывали путь. И я понимал, что вот эта возможность очень большая, и перспектива очень большая. И на это там, может быть, идет 25 лет или 35 лет. Но это есть вот эта та дорога, которая позволит твоему бизнесу не найти тупика. То есть всегда будет возможность двигаться вперед. Ну вы идете вперед. Вы расширяетесь. И я думаю, что на самом деле, если человек остановится, то значит, ну нет вот этого запала в груди вот этой энергии, вот это пламя, оно должно гореть. И когда оно горит, ты понимаешь, да, тяжело, да, трудно. Ты идешь против течения с кучей всяких проблем. Но тебе это интересно. Не интересно же, когда все идет там по течению. Против течения интересно. Поэтому я вижу в этом большие перспективы. Тем более у нас рынок открытый. Мы же не живем там где-то в другой стране. У нас, в общем-то, рынок открытый. И Казахстан открыт для бизнеса. У нас много конкурентных преимуществ. До нас далеко доехать. У нас огромные территории. Небольшое количество населения. Поэтому это бизнесменам дает очень большие возможности в стране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин